Всем привет, дорогие друзья! С вами снова автор канала Сан-605. Думаю, многие мои подписчики знакомы с закулисьем, местом, находящимся за пределами нашего мира и пугающей своей атмосферой. Совсем недавно вышла карта от ютубера TechGames, The Drew Beckhams, содержащая много уровней и сущностей. Это пока что демо-версия, но она уже содержит много уровней для исследования. Смогу ли я посетить их все? Это мы сейчас и узнаем. Ну, добро пожаловать на сцену. Я появился у себя дома. Пока что на земле, которая называется «Цена». Недолго по дёргой кафлюки я приступил к осмотру дома. Живу, как я понял, не очень богато, особенно видно по грязи в ванной. Быстро обыскав шкафы, я заглянул в холодильник, в котором оказалось 4 стейка, 4 картошки и бутылка воды. Но, добро пожаловать на улицу. Я оказался в обычном районе города. Мимо меня ехали машины, стояли здания и шел дождь. Я погулял по улице, перешел по пешеходному переходу и зашел в одно из зданий. Как вдруг куда-то упал. Ну, добро пожаловать на уровень 0. Он безопасен, стабилен и на нем очень мало сущностей. Я оказался в среде лабиринта из желтых обоев, мокрого ковра и обычного потолка. Вам признавали раздражающий звук. Не очень приятная атмосфера. Конечно, первая мысль была то, чтобы это место покинуть. Этот уровень был совершенно неинтересным и довольно гнетучим в своей атмосфере. Я начал ходить по одинаковым коридорам, таким же монотонным комнатам. Вдруг за поворотом я заметил красные коверы и белые обои. Кажется, что это выход на другой уровень. В уровень 0 плавно переходят какие-то новые помещения, полные труб, шкафов и других объектов. Недолго подумав, я зашел в дверь. Добро пожаловать на подуровень 0.2. Он выглядит как уровень 0, но гораздо лучше. Новые обои, ковры и негудящие лампы. Но как только кто-нибудь ходит туда, уровень начинает рушиться. Что я сейчас наблюдаю? Я попал в настоящий кошмар. Это заставило меня быстро найти выход обратно на нулевой уровень. Ох, это был настоящий ад. Кажется, мне придется искать выход дольше, чем я думал. Съев запасы картофеля, я продолжал блуждать по-нулевому. Коридор за коридором, комната за комнатой. Все было одинаковым. Это очень сильно доверяло на психику и доставляло серьезный дискомфорт. Долгое время блуждания я нашел странную вентиляцию, которая вела к каким-то красным коридорам. Но, к сожалению, решетка преграждала мой путь туда. Поэтому я благополучно вылез оттуда. Вдруг я набрел на стену, которая отличалась от других стен. Недолго подумав, я вошел в нее. Я оказался в непроглядной темной комнате из манилы. С коричневыми обойнами, ковром, разбросанной бумагой и парой стульев с бочкой посреди комнаты. Заглянув в бочку, я нашел книгу. Это было послание для странников от неких Биг. Пока я не имел понятия, что это означает. В книге был описан уровень 1, способ обладания на уровень. Нужны те стены темнее других. И хотя я понял, Биг это не один человек. Это некая группа из-за упоминания про их базы. Недолго думая, я вышел из этой комнаты и почти сразу за поворотом заметил стену, которая сильно выделялась на фоне других. Но выхода у меня нет. Я рискнул и вошел в нее. Ну что ж, добро пожаловать на уровень 1. Он все так же безопасен и стабилен, но на нем есть сущности. Я очутился посреди какого-то склада. Стены выглядели слегка обшарпанными и на полу были лужи. Урень нашел надежду на безопасность, поэтому я без всякого страха пустился его исследовать. Я стал уверенно бегать по нему и заглядывая в каждую дверь. Пробегая коридор, мое внимание привлекло окно. Подойдя к нему, я создал его опасность. Запомню. Окна. Зло. Пока что коридоры оказались такими же одинаковыми, но наличие тут баз давало стимул идти вперед. Объяв по коридорам, я вышел в центральную часть. Передо мной пристало первое живое существо за кулисье. Безлики. Вроде как, он не испытывал ко мне никакой агрессии, поэтому недолго посмотреть на него я отправился дальше. Через некоторое время за поворотом я отреял табличку, на которой было написано The Hub. Это был вход на загадочный уровень, соответствующий название. Но я не решился идти туда. В коридорах я нашел, забрал себе лодку. И вновь вернулся к странствам по коридорам. Вдруг сам по себе выключился свет. Но меня наложили слепоту. Исследование уровня стало в 40 раз дискомфортнее. Это резко снизило мое идеальное мнение про этот уровень. Из облуждения в темноте я вдруг обнаружил бочку. Полную ресурсов. Какая удача. Эта бочка дала мне некоторые ресурсы. Уже очень неплохо. Буквально спустя минуту облуждения я набрел на железные двери, которые, кажется, вели на другого уровня. Нежелание выходить из зоны для комфорта не дало мне войти туда. Поэтому развернувшись, я пошел дальше. Спустя пару минут из темноты на меня резко выбежала сущность каждый крат. Он был силен, донесли несколько ударов, но быстро был сожжен. Я спешно выпил несколько патолок миндальной воды, найденных в ящиках. Это церебрная жидкость. Главное лекарство и самый мой лучший друг в пределах закулисья. Блуждения продолжились. И вот я набрел на рычаг, который наконец-то дал свет обратно. Какая удача. Я вернулся к уверенному странству по коридорам. Выйдя к центру и завидев Безликого, я решил ударить его своим мечом. Не знаю, зачем я убил его. Просто появилось такое сильное желание. Расправившись со вторым таким, После недолгого исследования я обнаружил лифт, Который привел меня в другую часть уровня 1. Вот еще одна коробка, в которой я нашел едно, Пару ресурсов, стрелый и железный нож. Думаю, мне не стоит пока бояться сущности. За очередным коридором меня ждал вход на уровень 1.5. Правда, нужен ключ. Тогда я понятия не имел, что это за уровень. Столько входов на уровне пробудили во мне любопытство. Я решил, что обязательно исследую уровень 1.5. Походя в пару минут, я решил все-таки наведаться в хаб. Я узнал алгоритм. На первой разделке налево, На второй направо, На следующий налево, А в конце направо, Потом дверь Б, А затем дверь А. И вот, добро пожаловать в хаб за кулисье. Этот уровень представлял собой огромный туннель. Обе стороны находятся входы на другие уровни. Но чтобы войти туда, нужны уровни и выключи. Артефакты, которые я, возможно, найду на некоторых базах. Не поняв, как я случайно оказался на уровне 1, Я решил отложить визит туда. И вернулся к странствиям. Еще раз ял ресурсы из того же ящика, Где ранее получил нож, И продолжил расследование. Передо мной пристала лестница. Рядом под потолком висели шарики. А табличка рядом гласила, Самый виселый уровень за кулисье. Такое сообщение не внушило мне доверия. Поэтому я не решился идти туда. Думаю излишне говорить, что я и дальше бродил. Но в виде флифт, И без раздумий нажав на кнопку, Он привел меня к новому ящику с едой, Парнюю и ресурсами. Довольно полезно. Прошло много времени за пустым блужданием. Я, наконец, добился вход на базу БИК. Настоящую название Альфа. На входе меня гостеприимно встретил дежуривший Грег. За парой дверей скрывалась уютная комната отдыха. Я впервые почувствовал себя в уюте и безопасности, Находясь в чужом мире. Я гулял по базе. Люди здесь были дружелюбны, Хоть и не очень честно. Базь Альфа дал мне больше ресурсов. Медельной воды, Еды и нового напитка, Счастливого молока. Думаю, оно с его слайдами снимать эффекты пригодится. На базе Альфа также была своя кухня с костром, Спальней, туалетой И все, что нужно для нормальной жизни. Я также займел на закрытую комнату с помощью паркура. К сожалению, свет погас во время исследования базы. Но ничего. Еще недолго покуляя здесь, Я решил туда обосноваться. Сложил свои вещи в свободной бочке И продолжил осмотр базы. Мне попался интересный житель, Даниил. Он поведал мне о уровне 1.5 И о том, что хотел бы туда попасть. За дверью есть окно, Ведущее на этот уровень. Он любезно предоставил мне ключ от той самой двери. За исследование базы, Я набрел на совершенно другую. Это была база неких НТУЗ, На сече название убежища торговцев. Интересно, что же там?